Всем привет, я доктор Евгений. Сейчас я покажу, как протестировать мышцы шеи спереди, ну и чуть-чуть сбоку. Грудинно-ключично-сосцевидные и лестничные, вот прямо вот здесь вот. Поехали! Эти мышцы отвечают за сгибание головы, то есть наклон вперед, вперед влево и даже просто влево, либо вправо, то есть по бокам. То есть они не делают движение назад, они только их контролируют. Давайте начнем с теста грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. Чтобы найти ее, нужно повернуть голову в какую-либо из сторон, допустим здесь справа, и немножко ее наклонить. И вы увидите, как обозначается вот этот вот тяж. Вот это и есть грудинно-ключично-сосцевидная мышца. Она крепится к черепу, к сосцевидному отростку, и к ключицей, и к грудине, да? Ну вот как странно, грудинно-ключично-сосцевидная мышца. Кстати, один из вариантов ее коррекции я в подсказках сейчас вам отставлю. Оставлю. Чтобы вы смогли узнать, как с ней поработать. Что нужно для тестирования грудинно-ключично-сосцевидной мышцы? То есть узнать, в каком она тонусе. Нам нужно сделать как раз таки ее целевое движение и попросить надавить этой мышцей в нужном векторе. Для этого нам нужно, чтобы протестировать ГКС слева, наклонить голову вперед максимально, насколько позволяет шея пациента. У каждого гибкость разная. И если мы тестируем левую, то исчерпывающие максимально попросить повернуть голову вправо. То есть не делайте это собственными руками, только помогайте. И в этом максимальном повороте головы мы оставляем голову. Тут сразу будет видно, как напряглась ГКС. Вы ее прям нащупаете. После этого берем ладошки свои же и мягко встаем на висок. Вот таким вот образом. Поднимите голову. То есть вот таким образом мы встаем на висок. То есть нам не нужно пальцами вдавливать в свенобазилярное сочленение, давить, не делать больно. Нам нужно просто встать руками на висок. Еще раз опустили, повернули, положили руки. И из этого положения нам нужно попросить надавить пациента головой вниз. Примерно в такой фазе. Давайте пройдемся еще раз по основным пунктам. Если вы проводите тест пациента сидя, то вы должны встать сзади. При этом можно сесть также на стул, если позволяет высота. Вы встаете сзади и своим корпусом, то есть животом и грудной клеткой стабилизируете пациента. Чтобы во время теста, когда он давил, его не укатывало назад. Поэтому исходное положение для тестирующего, для доктора будет сзади. Уперлись. Попросили немножко прижаться спиной. Голову опускаем вниз. Максимально поворачиваем направо. То есть первую фазу теста, именно преднатяжение мы совершили. То есть мышца готова к тестированию. Точку приложения теперь оказываем на висок. И просим по прямой продолжать кивание виском вниз пациента. То есть он должен давить виском вниз. Мы так и просим. Давите виском вниз. Мы почувствовали напряжение второй фазы. И после этого нам нужно сделать, расслабьтесь, вот такое движение в корпусе. Мы здесь оставляем руки на месте и просто разгибаемся назад. То есть держим и делаем разгибание. Вниз, направо. Просим надавить. И расслабься. Разгибаемся. Вот таким вот образом. А теперь покажу, как тест выглядит в комплексе. Стабилизация. Исходное положение. Преднатяжение. Просим давить натяжение. Давим. И делаем растяжение. Давим, 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 давим. Вниз, 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 вниз. Тут тест гипотония. Вот так проводится тест ГКС слева. Просто для наглядности покажу, как он выглядит справа. Стабилизация. Максимально вниз. Налево для теста правой. Точка приложения. Просим давить вниз виском. А вот здесь норматонус. Возможно. Но если мы укоротим мышечные волокна и ингибируем нейромышечное веретено, мы можем легко перепроверить. Давим, вниз. Это норматония. Вот так вот тестируется грудинно-ключично-сосцевидная мышца. Как один из главных сгибателей шеи. Теперь лестничные мышцы. Для теста лестничных мышц нам нужно немножко понять, где они находятся. Находятся они позади грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. Сейчас на картинке вам схемка покажется. И чтобы понять их расположение, можно их даже немножко потрогать. Мы от грудинно-ключично-сосцевидной мышцы немножко съезжаем кзади. И попадаем прямо на отростки поперечные шейных позвонков. Вы прям нащупаете даже тела этих позвонков. Немножко подавив туда вовнутрь, можно мягко ощутить такие вот струночки натяжные. Вообще их три, работают они вкупе. Крепятся к шейным позвонкам и к ребрам. Вот. К первому и ко второму даже. Поэтому они также выполняют функцию дополнительного дыхания. То есть они вспомогательное дыхание оказывают, когда они справляются. Диафрагма либо межрёберные. Чтобы протестировать эти мышцы, нам нужно сделать следующее. Очень похож тест на ГКС. Для этого мы также стабилизируем пациента сзади. Опускаем голову максимально вниз. И совсем немного, на 10-15 градусов, поворачиваем голову в какую-либо из сторон. Для теста правой группы лестничных мышц мы поворачиваем голову немножко влево. И достаточно. И вектор теста у нас будет теперь не по прямой вниз, а немножко в сторону. Для теста правой лестничной мы будем просить давить правым виском в правое колено. То есть в этом направлении, немножко наискосок. Опустили, повернули. Точка приложения будет точно там же. В проекции височной кости. И для удобства можете встать немножко сбоку. То есть вот таким вот образом. Точка приложения. И просим давить правым виском в правую коленку для теста правых лестничных. Давим. Давим, давим. Вторая фаза. И мы просим тело отреагировать. И оно отреагирует. Гиптония отреагирует. Да, именно так. Для теста левой сейчас все коротко продемонстрирую еще раз. Стабилизация. Опускаем голову. Немного повернули направо на 10-15 градусов. Встали немножко сбоку для удобства. Точку приложения оказали в проекцию височной кости. Мягко, подушечками пальцев. И просим левым виском давить в левое колено. Давите. Давим, 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 давим. А тут тонус. Если мы немножко провалимся в лестничные мышцы и попробуем ингибировать нейромышечное веретино. И попробуем сделать перетест. Перепроверим. Это норматонус либо гипертонус. Левым виском в левое колено давите. Это норматония. Таким образом проводится тест ГКС и лестничных сидя. Я коротко покажу, как это можно сделать лёжа. Для теста лестничных мышц и грудиноключичных сосцевидных лёжа, в позиции лёжа пациента, мы садимся у головного края. И просим поднять голову. И удерживаем затылок таким образом. То есть мы контролируем движение назад второй рукой. А первой рукой, получается, мы тестируем. То есть, допустим, для теста грудиноключично-сосцевидной слева мы сгибаем, исчерпывающе поворачиваем в сторону и придерживаем голову здесь. Чтобы когда мы давили рукой в сторону от движения головы, не было вот этого провала, и мы головой пациента не били его об кушетку. Поэтому поднять, повернуть, удерживаем голову здесь. И одной рукой просим пациента сгибать голову ровно вперёд. Давим. И всем корпусом, как бы подсаживаясь, мы тестируем ГКС. Вот таким вот образом. А чтобы протестировать группу сгибателей, то есть и ГКС, и лестничные, всё вместе сразу, мы делаем это очень просто. Мы просим согнуть голову, поставим руку на лоб, также удерживаем затылок сзади и просим лбом продолжать движение кивания. То есть, сгибайте голову вперёд, давим лбом вперёд, давим, 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 и получаем тест. Чтобы понять вообще вкупе, есть ли вообще какие-то тонизированные мышцы здесь, мы можем сразу сделать этот тест, а после этого уже прицельно выстреливать, какая из них не работает. Если мышцы сгибателя показывают тонус, и при этом нет никаких жалоб на шею, то в принципе тут всё нормально, адекватно. Поэтому рад был делиться этой информацией, с вами пользуйтесь. Субтитры создавал DimaTorzok